День добрый друзья, iPhone 5 и замена кнопки включения, точнее замена шлейфу. Вот так он выглядит. Холм у нас работает, телефон заряжается, кнопка включения не работает. Разбираем телефон. Можно снять присоской, можно чем-нибудь острым, такой лопаткой. Снимается немного побыстрее. Снимаем прижимной экран защитный, под которым находятся разъемы экрана, тачскрина и шлейф, который мы будем менять. Убираем. Давайте проверим шлейф. Сразу вот его разъем, я его отстегну. Пристегиваем новый шлейф. Давайте проверим. Пожалуйста, новый шлейф работает. Можно смело менять. Давайте выключим телефон. Снимаем модуль, экран, тачскрин, разъем шлейф экрана с динамиком. Вытаскиваем слой сим-карты. Запомните все болты, которые мы сейчас будем снимать, довольно сложно. Поэтому, если вы первый или второй раз разбираете айфон пятый, то складывайте их так, чтобы потом вкрутить свое место. Соединяем батарейку. Снимаем три одинаковых болтика, вот они такие широкой головкой. Вот они у нас одинаковые. Антенна. Шлейф зарядки. Отсоединяем два кабля. Откручиваем болтик под ними. Один. Второй. Далее снимаем вот такой вот прижимной рычаг. Который прижимает вспышку камеры. Далее вот здесь вот два болтика, которые соединяют общую антенну с платой. Они одинаковые у нас сняли. Снимаем плату. Сейчас внимательно будьте осторожны. Вот здесь у нас закреплен еще один кабель. Подсоединяем его. Убираем плату в сторону пока. Снимаем батарею. Далее. Она у нас на двустороннем скотче. И сейчас уже поступаем непосредственно к снятию самого шлейфа. Снимаем прижимную планку кнопок регулировки звука. Обращаю внимание, повторяю еще раз, запоминайте болты или складывайте их в один ряд, чтобы не перепутать потом. Потому что это болтики шлейфа, которые мы сейчас снимаем. Они все разные. Виброзвонок. Снимаем. Виброзвонок. Вот эта часть у нас тоже на скотче сидит. Отклеиваем ее. Сейчас покажу поближе, чтобы вам было видно. Сняли вот такую прижимную планку вот отсюда. И отсоединяем непосредственно саму кнопку включения. Вот она у нас. Сняли ее. Теперь берем новый шлейф и переставляем. Переставляем. Снимаем пластик защиты. Бумажки. всяческие. И переставляем вот эти вот составные все на новый шлейф. Прижимная планка кнопки включения. Вот она у меня в руках. Ставим ее на новый шлейф. Таким образом. Все у нас здесь на двустороннем скотче. Далее переставляем. Вот этот вот суппорт кнопки виброзвонка бесшумный. Сняли металлический экран. Соединили саму кнопку виброзвонка. Она наклепана вот здесь. Сейчас я вам покажу. Есть две метки. Вот я их убираю. Три точнее убрали. И в эти же отверстия вставляем кнопку виброзвонка. Вот она у нас. Вставили. Включим паяльник. Заклепаем с этой стороны. Паяльник нагревается. Мы давайте с вами переставим последний суппорт кнопок регулировки звука. Вот они у меня. Видите здесь отверстия. Также аналогичное отверстие на шлейфе. Поэтому здесь вы никак не перепутаете. Вставили. Прижали. Кнопки приклеились. Давайте заклепаем кнопку виброзвонка. Паяльником. Еще недостаточно нагрелся. Паяльник нагрелся. Как можно плотнее прижимаете кнопку к своему суппорту. Заклепали. И все. Можно приступать к установке шлейфа. Это кнопка виброзвонка. Вставляем ее назад. Она у нас выпала. Красная метка. Она должна быть ближе к стеклу. Кнопка включения. Вставляем кнопку включения и выключения телефона. Вставляем. Обращаю ваше внимание. Вот этим местом. Вот этим крючком. И должны завести. Здесь у нас есть втулка такая тонкая. Я вам покажу поближе. Вот за эту втулку. Вот видите. Вот за нее. Довольно мелкая работа. Требует внимания. Может быть терпение. Особенно когда ты делаешь первый раз. Вот. Может занять порядка получаса. А то и больше. Поставили на свое место. Вот видите в шлейфе есть отверстие. Установили. Давайте сразу прикрутим ее. Своим болтиком обращаю внимание. Устанавливаем шлейф. Прикрутили. Проверили. Клик есть. Устанавливаем шлейф. Далее. Обращаю внимание. Кнопка виброзвонка. ее метки внизу. Соответственно. Соответственно. Вот эту часть кнопки виброзвонка тоже. Видите. Вот вверх. Низ. Сейчас переключили ее на низ. Чтобы они совпадали. И вставляем ее на свое место. Поставили. Встал на свое место. Сразу прихватываем. кнопки. Звука установили. Далее. Эброзвонок. Все переключается. вот у нас. Далее. Разъем самого виброзвонка. Опускаем его вниз. Кабель должен быть сверху. Приклеиваем. Ставим сам виброзвонок. Устанавливаем. Устанавливаем. Своим. Своим. Креплением. Аминь. Установили, далее ставим вот такую мелкую металлическую прижимную планку, на эту часть шлейфа, я так полагаю это защитный экран, здесь у нас стоит кнопки включения или драйвера, не знаю как его правильно назвать, далее вот этот болтик, он один единственный, с такой интересной головкой, прикручиваем, закрепили, устанавливаем плату, первое что мы должны застегнуть это вот эта вот кабель, который мы отстегивали в самом конце съем оплаты, застегиваем кабель, шлейф, разъем шлейфа, не оставьте его случайно внизу, установили плату, вспышка камеры на свое место у нас становится, плата должна сидеть ровно, не должно быть никаких колебаний в сторону, там по углам, закручиваем, закручиваем вот эти три болтика одинаковых, с широкими головками, обращаю внимание, два из них намагничены, вот которые я сейчас переключил, прикрутил и третий, вот он видите, вот этот вот, он не магнитится, вот этот не намагниченый, с широкой шляпкой, прикручиваем вот сюда, вот пинцетом можете его поставить, и закручиваем, далее по порядку, разъем динамика и гнезда зарядки, антенны, кабель, шлейф, который мы поменяли, застегиваем после того, как застегнем вот эти вот, вот этих два антенных кабеля, застегиваем сверху шлейф, вот видите, сверху он у нас идет, застегнули, ставим батарею, пристегиваем, слот сим-карты, далее вот эту прижимную планку ставим сюда вот, экран, экран, экранный модуль, передняя камера, прижимная планка у нас идет, защитная, опять же, в угол идет не на магниченный болтик, ставим его пинцетом, два мелких, вот я включил телефон уже, последние, последние планки ставим на разъем батареи и шлейфа гнезда зарядки, и финальные два одинаковых болтик, у нас скручиваются в кабеля, которые соединяют общую вот эту вот металлическую антенну, или каркас с платой, закрутили, все работает, всем спасибо за внимание, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, если видео было полезным, задавайте вопросы, всем удачного дня, до свидания, всем удачного дня, До свидания.